МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный канал Город. Студия Александр Тимшин. Смотрите сегодня в выпуске. Обожгли ноги до колен. Из-за коммунальной аварии шесть кировчан получили ожоги. Решил уйти без скандала. Илья Шульгин сообщил о решении покинуть пост главы администрации Кирова. Жизнь на подпорках, чтобы не упали стены многоквартирного дома. Кировчане вынуждены ходить по квартире на цыпочках. В надежде, что поможет, у администрации города прошел митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Билетов осталось совсем немного. Первый городской канал подготовил подарки для гостей диджитал-форума. Обожгли ноги до колен из-за коммунальной аварии. Шесть кировчан получили ожоги и чуть не сварились в кипятке. ЧП произошло в ночь на 25 января на перекрестке улиц Казанская и Спаская. Очевидцы говорят, что горячая вода лилась рекой по дороге. Из-за сильного пара люди просто не видели, что находится под ногами. Всего-то прорвало трубу. Это первые минуты коммунальной аварии. На часах три с небольшим утра. На перекрестке Казанская и Спаская из-за пара видимость практически нулевая. Что-то разглядеть можно только в свете фар автомобилей. По дороге сильным потоком льется кипяток. На кадрах от очевидцев видно, что в тумане ходят молодые люди. Совсем рядом с местом аварии ночной бар. Как стало известно сегодня, пострадавшие это шесть человек. Они четыре, как заявляли ранее, как раз или выходили из кафе, или приехали отдыхать. По словам очевидцев, среди пострадавших были девушки, которые подъехали к бару ночью на такси. Они вышли из машины и, видимо, попав в кипяток, начали просить помощи у стоящих рядом таксистов. Они стучали в окна, но, видимо, водители посчитали поведение девушек неадекватными и не открыли им двери. Им никто не помог. В итоге девушки пошли дальше, чтобы искать помощи и обварили ноги до колен. По данным Министерства здравоохранения, в эту ночь за помощью к врачам обратились четыре человека. Врачи диагностировали ожоги. Один молодой человек до сих пор находится в больнице. Один молодой человек зашел, получается, он ошпарил себе руки, видимо, упал. Ну, соответственно, вызвали скорую, мы его везли. А дальше все уже, аварийная служба приехала, они ее отключили и от парина уже ушла. По словам сотрудников кафе, аварийная служба действительно приехала быстро. Оказалось, что на теплотрассе образовался свич и кипяток начал выходить через тепловую камеру на поверхность. От отопления и горячей воды пришлось отключить 68 жилых домов. Коммунальщики говорят, что причиной аварии стали точно не старые трубы. Ну, бывает, что где-то есть повышенная коррозия, где-то есть подвижки грунта. И вследствие этого трубопроводы имеют такой риск, что они могут повредиться. Ну, возможно, что как раз этот случай здесь и был. Аварийные бригады работали на участке всю ночь. Движение было перекрыто и до обеда воскресенья. По данным КТК, сегодня везде есть и отопление, и горячая вода. Но из-за такого большого количества отключенных зимой от тепла домов начала проверку прокуратура. Прокуратурой Кировской области организовано проведение проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства предприятиями ЖКХ в период прохождения отопительного сезона. Начитая доследственная проверка по факту травмирования кировчан. По данным Министерства здравоохранения, мужчина, который был госпитализирован сегодня, находится уже в удовлетворительном состоянии. Угроз для жизни нет. Остальные пострадавшие лечат ожоги дома. Как сообщили в КТК, все пострадавшие получат компенсации. Ксения Зиновьева, Артем Шуткин, информационный канал «Город». Решил уйти без скандала. Сегодня стало известно, что Илья Шульгин сообщил о решении покинуть пост главы администрации Кирова и написал заявление об уходе по собственному желанию. Сообщил об этом губернатор области Игорь Васильев на своей официальной странице в социальной сети. Такое решение сети-менеджер принял после встречи Игоря Васильева с руководством города. На совещании речь шла о реализации нацпроектов за 2019 год. Известно, что губернатор оценил работу Ильи Шульгина как неудовлетворительную. Добиться 100% по всем проектам не удалось. Виновникам срыва глава региона назвал именно главу администрации города. В частности, не удалось завершить работы по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе Чистых Прудов. Вовремя оборудовать пешеходные переходы, а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Кирове. На что было выделено 100 миллионов рублей. Именно после такого разноса Илья Шульгин и написал заявление об увольнении. Глава администрации города Кирова Илья Шульгин до 7 января написал заявление по собственному желанию о прекращении полномочий. Вопрос о возложении полномочий к главе администрации будет рассмотрен уже 29 января на заседании городской думы. Вопрос о скорой отставке Шульгина обсуждался уже давно. Напомним, депутаты городской думы несколько дней назад заявили, что собираются на ближайшей думе остро ставить вопрос о его компетенции. Народные избранники собирались объявить ему несколько выговоров, после которых он вряд ли остался бы на своем посту. Нет сомнений, что в эту среду они примут отставку Шульгина. Только теперь он уйдет со своего поста по собственному желанию, а не с выговорами от депутатов. Кто станет новым главой администрации, пока неизвестно. Жизнь на подпорках. Чтобы не упали стены многоквартирного дома, кировчане вынуждены ходить по квартире на цыпочках. Дом 22 на Октябрьском проспекте уже несколько лет держит обыкновенные деревянные балки, которые подпирают стену пятиэтажки. Жить там невозможно и очень опасно для жизни, говорят эксперты. В управляющей компании, жилинспекции и администрации города считают по-другому и просто молчат в ответ на просьбы людей о помощи. Эксперты ОНФ, мягко говоря, в шоке от того, что увидели. Целый подъезд пятиэтажного дома держится на честном слове, точнее, на нескольких деревянных подпорках на первом этаже. Стены дома разрушены, везде огромные щели. В одной из квартир сквозная дыра, через которую можно увидеть, что происходит на улице. Упасть стены могут в любой момент. Жильцы подъезда радуются каждому новому дню, потому что проснулись живыми. Получается 11 комнат на каждом этаже. 44 комнаты, включая наши, 55 комнат. В каждой комнате живут люди. Много семей с детьми. Действительно, здесь могут быть жертвы и все. Если это, не дай бог, начнет все обрушаться конкретно, я не знаю, что будет. Разрушаться дом начал после двух коммунальных аварий. В подвале прорвало трубы с кипятком. Две недели никто не брался за устранение аварии. Жильцы говорят, что парило в это время так, что падать начал потолок и по стенам текла вода. Оцерела и кирпичная кладка наружной стены. Сразу ремонтировать никто не стал. Да и потом тоже. Со временем из стены начали вываливаться кирпичи и появляться дыры. Управляющая компания на тот момент «Вятка Уют» не придумала ничего лучше, чем поставить те самые деревянные подпорки. Обещали, что временно, а оказалось навсегда. В итоге стены разрушаются, трещины дошли до второго этажа, часть простенков уже не выполняет свои функции. Спасать людей нужно срочно, говорят эксперты. Ремонт фасада в этом доме запланирован фондом капитального ремонта на 2021 год. Есть возможность использовать эти денежные средства прямо сейчас, незамедлительно введя процедуру чрезвычайной ситуации. То есть, на мой взгляд, здесь это нужно вводить. Вопрос к администрации города Кирова – это их компетенция, это их полномочия. И свой запрос в администрацию мы уже направили. У жильцов этого дома осталась одна надежда на это обращение в администрацию. Заявки, письма, просьбы и прошения уже десятки раз были ими направлены и в управляющую компанию, и в жилинспекцию, и в администрацию. Но кроме подпорок, от стойкости которых зависит их жизнь, за это время ничего не изменилось. Митинг против Мородыковского собрал всего несколько сотен человек, а дело по электронному проездному передали в областной суд. Об этих и других новостях подробнее в рубрике «Короткой строкой». 25 января в сквере у памятника Степану Халтурину прошел митинг против перепрофилирования Мородыковского. Высказать свое мнение пришли несколько сотен человек. В выступлениях кировчане говорили о том, что вопросы, связанные с экологией, нужно решать с участием общественности. В резолюции митинга обозначено требование отменить решение правительства о перепрофилировании объекта, запретить ввоз опасных отходов в регион, найти альтернативную площадку для размещения производственно-технического комплекса. Митинг завершил целый протестный марафон, который длился почти два месяца. За это время прошло 90 одиночных пикетов. Уголовное дело о хищении почти 35 миллионов бюджетных рублей у электронного проездного передано в областной суд. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена. Ранее, 13 декабря, Первомайский районный суд приговорил бывших руководителей ЦДС Дмитрия Никулина и Александра Рыболовлева к 3,5 годам и к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы соответственно. Бывшему директору электронного проездного Анатолию Ганьбе дали 3 года и 4 месяца. Экс-начальнику городского отдела транспорта Олегу Чичибабину назначили 3 года в колонии общего режима и лишили права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Однако все фигуранты дела подали апелляционные жалобы на приговор. В Кирове началась продажа авиабилетов на регулярные летние рейсы из Победилова в Сочи и Симферополь. Южные направления планируют обслуживать две авиакомпании. Победа собирается летать из Кирова в Сочи с мая по сентябрь трижды в неделю. Стоимость билетов начинается от 7200 рублей. Северный ветер будет выполнять рейсы в Симферополь с июня по сентябрь два раза в неделю. Цены на это направление начинаются от 12 тысяч. В Кировскую область идут 30-градусные морозы. Резкое похолодание связано с вхождением арктического воздуха в европейскую часть страны. Уже на этой неделе Гидромедцентр прогнозирует в Кировской области морозы до 25-27 градусов ниже нуля. Самым холодным днем ожидается вторник, 28 января. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. В надежде, что поможет, у администрации города прошел митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. О том, насколько в итоге вырастет цена на билеты, скажет уже завтра. Нет повышения цен в общественном транспорте. Несмотря на то, что тема острая и бурно обсуждалась в социальных сетях, согласованный митинг был не очень многочисленным. В основном пришли пожилые люди. Говорят, что рост цены на проезд в условиях повышающихся цен на продукты, лекарства и коммуналку для них больной вопрос. Это мы пенсионеры, ладно, мы же за молодежь болеем. И мы на работу ехали, туда и обратно. Зарплаты маленькие. Ну и что, о чем можно говорить? После войны мы ждали все понижение, а сейчас только опять повышение, опять перешение. На митинге те, кто не согласен с повышением цены на проезд, оставили свои подписи. Документ с мнением кировчан отправят в администрацию. Тем временем, сегодня стало известно, что во вторник, 28 января, в правительстве области глава службы по тарифам озвучит новый тариф на проезд. Ранее, напомним, была информация, что цена может вырасти на 4 рубля. Россияне назвали желаемый уровень зарплаты. Жители страны хотели бы зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. Такие данные следуют из опроса, представленным сервисом Работа.ру. Причем практически каждый четвертый из почти 7 тысяч опрошенных желает зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. А вот зарплата меньше 30 тысяч рублей удовлетворила бы только 4% опрошенных. Выше всего уровень зарплатных ожиданий в Москве и Санкт-Петербурге 104 тысячи и 102 тысячи рублей соответственно. В Новосибирске респонденты хотели бы получать 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону 87 тысяч рублей. Ранее следователи выяснили, что половина из тех, кто собирается сменить работу в 2020 году, недовольна своей зарплатой. По подсчетам сервиса Суперджоп, почти треть россиян хотели бы получать зарплату просто так. Билетов осталось совсем немного. Первый городской канал подготовил подарки для гостей диджитал-форума. Напомним, главное диджитал-событие года стартует в нашем городе уже 4 февраля. На протяжении трех дней в детском космоцентре известные спикеры из Кирова, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода простым языком и на реальных примерах откроют все секреты бизнеса в интернете. Билеты на Первый городской диджитал-форум активно продаются. Их осталось совсем немного. Билеты покупают как на каждый из дней мероприятия, так и на три дня сразу. Вместимость зала в детском космическом центре порядка 200 человек. Один из организаторов диджитал-форума Первый городской канал подготовил подарки для тех, кто собирается, но еще не успел приобрести заветный билет. Нашим телезрителям мы хотим сделать подарок и предоставить покупку билетов по промокоду со скидкой 10%. Этот промокод можно найти в группе события ВКонтакте и в Инстаграме. Диджитал-форум стартует в Кирове 4 февраля. Его участники узнают о главных трендах и новых технологиях социальных сетей. Например, какой контент будет интересен в Инстаграме в 2020 году, о чем говорить с подписчиками и как не потеряться в большом потоке информации. В группе мероприятия ВКонтакте можно найти подробную программу и список всех спикеров. Мероприятие имеет возрастное ограничение 12+. Спокойная дома и очень активная на улице двухлетняя собака по кличке Рута ищет семью. Недавно этот питомец получил свой паспорт и теперь готов познакомиться с новыми хозяевами. Как забрать к себе любвеобильную собаку-компаньон, расскажет Ольга Бакина. Рубрика «Пристроим вместе» далее в нашем эфире. Собаки, как и люди, обладают уникальным набором качеств. Есть собаки-охранники, есть карманные, есть диванные собаки. А есть собаки-настоящие друзья с большой буквы. Именно таким настоящим другом для вас может стать наша сегодняшняя героиня. Зовут ее Рута. Ей примерно два года. Она была бездомная. Ну вот сейчас мы ей ищем дом. Она, конечно, девочка очень умная, очень добрая. На улице она себя ведет активно. Ну, как обычно, все собаки начинают, так скажем, свою дурь проявлять. А дома она очень спокойно ведет себя прямо как кошечка. Дома не лает, не воет, ничего не грызет. Преданно ждет своего хозяина. Ну, то есть она вообще дома ведет себя идеально. Терпит ли до выгула? Все терпит. Терпит достаточно долго. То есть я могу совсем в ночи домой прийти, она будет ждать. Она абсолютно квартирная. То есть у нее, ну, как такового подшерстка нету. Ну, и жалко ее, конечно, в будку садить, потому что, ну, она вообще хорошо себя в квартире ведет. Нашли мы ее тут на Коневском рынке беременную, худую. Сейчас, естественно, от худой бы ничего не осталось. Она абсолютно здорова. То есть я ее все обследовала. Прививки все сделаны, паспорт есть. То есть в этом у нее проблем нет. Со всеми находит язык. Так как я передержка, я домой привожу и собаки, кошек, и котят, и щенков. Ну, то есть с этим вообще никогда проблем нет. Она всегда всех принимает. Она абсолютно не охранная собака. Она собака-компаньон. И кто бы ко мне ни пришел, она сразу всех любит прямо с порога. Поэтому и с детьми она будет играть, и со взрослыми. Она всех любит. Красавица и умница, Рута ищет самых лучших на свете хозяев. Если она целиком и полностью завладела вашим сердцем, то срочно звоните. 78 25 92. Оля Бакина, Никита Плехов и Рута. Информационный канал «Город». Таким был этот понедельник, 27 января. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47 3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова